привет всем любителям головоломок сегодня я покажу как собирается классический кубик рубика но вначале мы определимся с названиями сторон чтобы легче было понять движение кубика и так значит это фронтальная сторона это задняя сторона левая сторона кубика правая верхняя сторона и нижняя ну и так мы определились как называются стороны кубика рубика и далее мы поэтапно подробно разберем сборку этой непростой головоломки в первом этапе я расскажу как собирается одна сторона если вы умеете ее собирать то можете смело пропустить этот этап двигаться дальше ну соберем красную сторону как видите центральный кубик у нас уже есть ну теперь продолжаем значит вот искать красные цвета ну вот например мы нашли да вот один и мы его можем просто смело подвинуть наверх это самая простая схема видите два кубика у нас уже есть далее например ну вот опять же вот этот кубик тоже мы можем также повернуть используя эту простую схему а теперь вот этот кубик да вот чтобы нам его поставить сюда нужно во первых параллельно его провести параллель чтобы он здесь стоял и далее повернуть тут можно одну или две стороны тут не имеет значения либо так либо можно смело просто две потому что здесь у нас нет еще красного цвета значит что мы делаем поворачиваем влево вот этот вот этот кубик красный потом правую сторону опускаем и ставим на место и поднимаем вверх видите у нас уже 4 кубика красных кубика красных далее вот это сложное видите а этот кубик нам нужно например сюда поставить да но за один этап мы здесь не обойдемся потому что его надо опустить вниз для этого нужно 1 1 схему движения опускаем поворачиваем и поднимаем вверх видите вот этот кубик у нас оказался внизу пусть нам уже проще его куда либо поставить ну я постараюсь разобрать самые сложные схемы теперь вот этот кубик видите мы поставили его параллельно туда куда нам нужно поставить вот этот цвет нам нужно поставить сюда для мы уже не в левую сторону а вправо двигаем кубик опускаем левую сторону вниз поворачиваем нижнюю сторону на место и поднимаем вверх видите он уже стал на место у нас уже пять кубиков далее ищем вот тоже вот сложная вот эта вот схема то есть вот этот кубик нам надо сюда поставить но опять же за один этап мы не не сможем поставить что нам нужно сделать чтобы начали его опустить вниз значит нам нужно повернуть вниз опять же видите вот эти стороны нужно ставить на место потому что чтобы нам не разобрать вот эти вот стороны видите мы теперь опустили вниз и теперь что нам нужно делать повернуть два раза два раза чтобы вот этот кубик оказался здесь здесь на этой стороне и мы опять повторяем схему которую мы уже изучили влево или вправо но мы влево повернем для нас это не важно теперь центр опускаем и возвращаем на место и поднимаем вверх вот у нас уже шесть кубиков красных далее вот тоже сложная схема вот этот внизу находится ведь вот эта сторона красная внизу нам ее нужен например сюда поставить что нам нужно для этого сделать нам нужно вот этот сначала сюда поставить либо сюда нам надо вот этот кубик повернуть теперь два раза можно один раз но мы два сделаем чтобы он он был перед нами и поднять наверх и далее вот этот кубик давайте мы раз у нас параллель здесь образовалась мы его поставим сюда начали правом нижнюю часть двигаем а левую сторону вниз потом эту часть на место нижнюю и наверх далее теперь вот такая же такую же схему мы уже изучали что мы делаем чтобы вот эта сторона оказалась здесь мы опускаем вниз разворачиваем видите она у нас внизу оказался и поднимаем вверх она у нас оказалась там где нужно чтобы легко ее переместить сюда теперь значит мы поворачиваем влево влево либо вправо это неважно давайте повернем вправо опустив вниз серединку и поставим нижнюю часть на место вот у нас почти уже готова верхняя сторона и остался один кубик который тоже также находится внизу поэтому что нам нужно сделать чтобы он оказался здесь нам нужно опять же вниз повернуть видите я его двигаю пусть на вот эту сторону на эту нижнюю часть повернула теперь вот так вот сделала развернула то есть чтобы я его видела и поднимаю вверх теперь нам нужно провести параллель с этой стороны он никак не встанет сюда значит мы проводим здесь параллель то есть вот сюда нам его нужно поставить наверх значит он должен стоять здесь что мы дальше делаем влево и вправо двигаем нижнюю часть левую сторону опускаем влево двигая нижнюю часть и возвращаем на место ну вот первый этап у нас готов то есть одна сторона у нас собрана что нам и требовалось доказать на втором этапе сборки кубика рубика нам нужно собрать вот эту верхнюю часть не просто верхнюю поверхность а именно плюс боковые вот эти стороны что были одного цвета ну начинаем собирать что для этого делать верхнюю часть я уже говорит показывала как теперь значит поворачиваем вот у нас тут появился желтый цвет да вот здесь значит здесь должен быть красный и желтый ищем и здесь также красный и желтый ну ищем такой цвет такой кубик вот вот мы его нашли красный желтый чтобы нам его поставить сюда либо сюда нужно опять же его опустить вниз то есть вверх поднимаем все с этой стороны с нижней части как мы опускаем вниз сторону опускаем поворачиваем ну и тут не неважно тут еще не собрано у нас теперь видите вот красная сторона и желтая сюда мы не можем поставить мы можем поставить только сюда вот чтобы здесь была красная и желтая для этого нам нужно повернуть опустить вот эту сторону правую поставить на место и у нас получилось видите тут уже три цвета получил красный желтый зеленый значит вот это у нас сторона должна быть вся зеленая то здесь должен быть красный цвет а здесь зеленый но мы продолжим собирать желтый далее здесь должен быть красный и желтый ищем такие расцветки красный и желтый уголочки вот он видите у нас опять наверху что для этого нужно сделать чтобы опустить опустить правую сторону повернуть вправо или влево в зависимости от того что нам нужно нам нужно красный видите чтобы повернуть значит нам нужно его вот так повернуть и поднять видите он у нас уже на вот этой нижней параллели что нам и требовалось сделать теперь нам нужно его провести параллель вот сюда то есть куда нам нужно поставить нам обязательно нужно провести параллель так как здесь нет красных кубиков нам можно смело просто поднять используя простую схему вот видите эта сторона у нас готова и это далее теперь мы видим что здесь у нас синий цвет но это не значит если у нас все тут синие что это правильно правильные кубики нет у нас должны быть здесь красный а здесь синие значит ищем красно-синие кубики кубики вот у нас видите мы уже нашли красный синий но он у нас стоит неправильно видите перевернут потому что нам нужно чтобы поставить сюда нам нужно наоборот здесь красный здесь синий а здесь наоборот что нам нужно сделать чтобы его перевернуть нужно опустить середину и полностью два раза повернуть и видите он сразу встал на место то есть уже с одной попытки а это схема он стал на место вот этот кубик теперь ищем красный и синий кубик вот эти красный и синий вот нам надо провести параллель здесь мы не можем провести мы проводим вот здесь вот так вот эту параллель вот обратите внимание вот красный станет сюда а синий сюда что для этого нужно сделать повернуть право нижнюю часть опустить левую сторону и поставить нижнюю часть на место и поднять опять же левую сторону на место вот как видите у нас уже здесь и здесь все все цвета совпадали значит мы на верном пути далее нам нужно поставить сюда нужно у нас определился цвет белый значит здесь нам нужно тоже чтобы был и здесь и здесь белый а здесь и здесь красный значит что мы ищем красно-белый цвет ищем в сторону красно-белым цветом вот она эта сторона чтобы нам опять же ее сюда поставить нужно опять провести параллель видите я параллель провожу чтобы этот цвет поставить сюда что нам нужно теперь далее развернуть в сторону повернуть опустить левую сторону и поставить на место и повернуть обратно видите нас уже получилось вот эта часть стала сюда так далее теперь у нас осталось два кубика здесь должен белый здесь красный а здесь как мы видим зеленый но он автоматически здесь будет зеленый так же как и здесь красный здесь белый ищем уголочек вот он да мы провели он у нас уже на нужной стороне то есть на нужной части на нижней значит его нам легче будет поставить сюда что нам нужно сделать его в сторону отодвинуть опустить правую сторону вниз и поставить на место и повернуть опять же вернуть эту сторону на место вот у нас встал угол куда куда нужно далее остался у нас вот этот один вот это одна сторона этот один кубик что нам нужно сделать мы его находим вот это красная деталь вверху там где нужно провели параллель да вот она у нас уже теперь в сторону отодвигаем опускаем вниз а эту обязательно поднимаем вверх чтобы эти кубики не сместились и поворачиваем вот этот кубик сюда и поднимаем вверх и как видите у нас эта сторона верхняя часть вся собралась видите вот это следующий этап нашей порты следующий этап заключается в том чтобы собрать следующую параллель то есть вторую вот эту параллель нам нужно собрать обратите внимание что пока верхняя часть должна быть всегда только верху у нас значит что для этого нужно сделать чтобы собрать вторую параллель во первых нужно а сделать укороченную тэ на каждой стороне вот видите вот у нас получилось то есть центр поставить под цвет верхней части то есть вот у нас укороченное тэ здесь получилось укороченное тэ и так везде и далее далее нам нужно поставить правильно вот это вот эти все стороны видите здесь уже стоит правильно далее вот здесь нужно поставить то здесь должна быть белая сторона здесь зеленая что для этого делать ищем эту бело-зеленую сторону вот видите зеленая и белая может быть наоборот если бы была белая вверху мы бы поставили сюда а так как вверху зеленая мы удлиняем эту букву тэ то есть ставим сюда а внизу белая вот вот у нас буква тэ длинная теперь получилось теперь надо нам вот эту часть поставить сюда что для этого нужно сделать держать кубик во первых вот так далее так значит нижняя сторона поворачивается вправо в общем вам нужно запомнить вот эту схему просто и для начала записать а потом уже вы будете автоматически все это понимать а пока можно записать и это будет гораздо проще значит нижняя сторона вправо левая сторона вниз нижняя поверхность влево левая сторона вверх и теперь нам нужно провести параллель то есть на одну развернуть кубик видите красное здесь и и нам нужно его поставить сюда то есть мы провели параллель далее то есть вот так вот так у нас кубик стоял теперь стоит так и далее нижняя сторона влево правая сторона вниз нижняя сторона вправо правая сторона вверх видите и мы собрали вот этот кубик то есть мы поставили его нужное место собираем собираем нам нужно здесь поставить зелено-желтый цвет ищем такой кубик так зелено-желтый цвет видите он стоит здесь зелено-желтый то есть она надо опять же помните нашу схему нам надо все чтобы кубики стояли внизу которые нам нужно поставить сместить либо сюда либо сюда чтобы нам его сместить вниз нам надо опять же ту же схему ту же только ну просто так просто сделать чтобы сместить вниз значит это не обязательно ну вот вот это тоже я уже по ну как по привычке поворачиваю так правая сторона вниз на место то есть все то же самое что мы провели сейчас так 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 то есть мы освобождаем смещаем эту сторону вниз так ищем где она у нас так зелено-желтая вот вот она у нас сместилась вниз далее вот мы собирали с этой стороны вот этот кубик ставили теперь нам нужно справа и нам теперь все эти движения нужно провести в зеркальном отражении то есть вот эта сторона должна быть здесь а желтая сторона должна быть здесь для этого а верхняя сторона должна быть вверху держим кубик вот так для этого нижняя поверхность влево Записывайте эту схему, правая сторона вниз, нижняя поверхность вправо, правая сторона вверх. И на одну сторону просто поворачиваем кубики, чтобы провести параллель, видите? Далее, нижняя сторона вправо, это мы дальше собираем точно так же, как вот эту верхнюю часть. Нижняя сторона вправо, левая сторона вниз, нижняя сторона влево, правая сторона вверх. И у нас получилась вот эта часть, видите, уже полностью и здесь, и здесь у нас получилась. Далее, нам нужно собрать, вот сюда поставить желтый, синий, ищем желтый, синий. Так, желтый, синий поворачиваю, вот, желтый и синий. Не забывайте, чтобы поставить сюда, либо сюда, нужно, чтобы получилась у нас длинная Т. Видите, длинная Т, не короткая, а длинная. И здесь стоял тот цвет, который нам нужно поставить сюда. И теперь по этой же схеме работаем дальше. Левая сторона, ой, нижняя поверхность влево, правая сторона вниз. Нижняя поверхность вправо, правая сторона вверх. Аккуратненько поворачиваем кубик, чтобы провести вот эту параллель. И далее собираем так, как бы мы собирали верхушку. Нижняя сторона вправо, так, вправо. Левая сторона вниз, нижняя сторона влево, левая сторона вверх. И у нас получилось везде второй ряд у нас собрался. Вот, видите, то есть у нас уже и этот этап, и этот пройден. Вот. Итак, в чем заключается следующий этап? Нам нужно перевернуть кубик-рубик вверх дном. То есть вот это у нас была все время верхняя часть, теперь она у нас становится нижней. И что нам нужно здесь собрать? Для начала нам нужно собрать крест на нижней, теперь верхней части этого кубика. Чтобы собрать крест, нам нужно знать определенную схему. И для начала ее записать. Значит, что нам нужно сделать? Фасад вправо, правая сторона вверх, верхняя сторона влево, правая сторона вниз, верхняя сторона вправо. И фасад вправо. Ну, как видите, у нас крест не получился, но для начала у нас получилась такая вот в левом верхнем углу, вот такая галочка. Вот. То есть у нас уже две, три вернее, фигуры стоят на месте. Следующий. Теперь нужно повторить все то же самое, чтобы левая рука держала вот в таком положении кубик. То есть, чтобы вот эта галочка была влево в верхнем углу. Итак, опять повторяем эти же движения. Фасад вправо, правая сторона вверх, верхняя сторона влево, правая сторона вниз, верхняя сторона вправо и фасад влево. Вот. Следующий этап. У нас получилась вот такая горизонтальная линия из правильных цветов. Да, это следующий этап. Он у вас может быть сразу, автоматически, но мне не повезло, мне приходится это движение делать три раза. В первую очередь, чтобы получилась такая галочка. Второе, то же самое движение, чтобы получилась вот такая линия. И теперь третий раз мы опять же держим, чтобы линия была горизонтальная. И опять повторяем все те же движения. Фасад вправо. Правая сторона вверх, верхняя сторона влево, правая сторона вниз, верхняя сторона вправо и фасад влево. Вот. У нас получился крест. И здесь также сохранился весь собранный низ. Видите? Вот. Вот этот следующий этап у нас готов. Следующий этап, то, что нам нужно сделать, это крест. Кресты везде, чтобы у нас были. Не только внизу, в нижней части, или верхней, как у нас изначально была, и здесь, но еще и на всех остальных сторонах. Значит, как видите, здесь у нас нигде нет крест. Вот здесь у нас есть крест, здесь нет и здесь нет. Мы попытаемся для начала повернуть таким образом, чтобы было максимально крестов. То есть два, если у нас два будет, вот мы повернули, и у нас образовалось здесь крест и здесь. Это уже как бы хорошо. Теперь мы видим, что здесь у нас нет креста. То есть нам нужно вот эту, вот этот кубик с этим поменять. Каким образом нам нужно это сделать? Нам нужно держать кубик вот так вот, в левой руке. Видите? Вот обязательно этот кубик с этим, значит, держать нужно вот так. И записать, и провести следующие движения. Начинаем. Правая сторона вверх, верхняя сторона влево. Правая сторона вниз, верхняя сторона влево. Правая сторона вверх, верхняя сторона два раза влево. и правая сторона вниз и верхняя сторона влево и у нас как видите получились везде кресты вот это у нас следующий этап итак следующий этап нам осталось собрать уголки эти четыре угла которые неправильно собраны что нам для этого нужно вначале нам нужно найти правильный но я здесь не вижу ни одного правильного угла в чем заключается этот правильный угол то есть должны быть три вот этих цветов совпадать например вот вот этот уголочек должен иметь цвета 7 белый и оранжевый как видите оранжевый есть но синего и белого нет и я смотрю здесь не ни одного уголка нет правильного значит мы просто по схеме то будет одна и та же схема которую сейчас я подробно расскажу которую нужно конечно же записать значит в чем заключается эта схема мы с любой берем любую сторону пока потому что у нас ни одного правильного уголка нет если бы он был он для правильный то мы бы за него вот так держались он бы у нас был по левую сторону но так как у нас ни одного правильного полка то берем любую сторону и используем эту схему и так начинаем правая сторона вверх верхняя сторона вправо левая сторона вверх верхняя сторона влево правая сторона вниз верхняя сторона вправо левая сторона вниз верхняя сторона влево вот видите что произошло у нас появился правильный угол он тут стоит правильно но нам надо все уголки сделать правильно смотрим этот уголок неправильно потому что у нас здесь нет зеленого цвета он бы был правильный если бы здесь стоял например синий где-то то есть был синий желтый и оранжевый этот уголок также неправильно потому что здесь у нас как вы видите белого нет и этот уголок также неправильно что мы делаем вот за этот уголок держимся он у нас в левой руке значит и опять начинаем все то же самое правая сторона вверх верхняя сторона вправо левая сторона вверх верхняя сторона влево правая сторона вниз верхняя сторона вправо левая сторона вниз верхняя сторона влево вот нам повезло у нас уже два уголка правильный прям уже полностью и два уголка которые нужно углы где нужно углы перевернуть видите он правильный считается потому что здесь три цвета совпадает трем цветам сторон желтый оранжевый и зеленый но естественно этот угол также правильный то есть зеленый белый и оранжевый но нам их нужно поставить этот этап закончат и последний этап который нам нужно сделать это правильно поставить эти углы тут опять же есть схема которую нужно записать ну и потом она автоматически уже будет выполняться значит нам нужно держать левой рукой правильный угол либо собраны не обязательно здесь они собраны неправильно выразилась именно собраны но если нет собранных просто правильный что мы делаем то есть могут быть все четыре угла правильные но не собранные как нужно ну в общем держим вот так и вот применяем такую схему нижняя сторона влево правая сторона вниз нижняя сторона вправо правая сторона вверх нижняя сторона влево правая сторона вниз нижняя сторона вправо правая сторона вверх видите у нас этот угол собрался но у нас еще есть один угол который нужно собрать не И меняя положение кубика, то есть мы вот так вот держим, мы поворачиваем верхнюю часть влево. Видите, и теперь собираем по той же схеме вот этот угол. Нижняя часть влево, правая сторона вниз. Нижняя часть вправо, правая сторона вверх. Нижняя часть влево, правая сторона вниз. Нижняя часть вправо, правая сторона вверх, нижняя часть влево, правая сторона вниз, нижняя часть вправо, правая сторона вверх, нижняя часть влево, правая сторона вниз, нижняя часть влево. Я еще самое главное не сказала, что эти движения нужно выполняться, пока вот эта нужная деталь не встанет сюда. Их может быть и 3, и 4, и 5, и 6, и может быть даже больше. Теперь поднимаем наверх и поворачиваем верхнюю часть как правильно. Вот видите, и у нас кубик Рубика полностью в сутки. Как видите, ничего сложного нет. Всем желаю удачи, научиться собирать эту головоломку, этот кубик Рубика. До новых встреч! Я еще хочу добавить кое-что важное. Вот в конце у нас было 2 правильно собранных угла и 2 как бы повернутых. А может быть такая ситуация, что все 4 угла, они правильные по цветам, но они неправильно повернуты. Вот, нужно в таких случаях делать то же движение, только поворачивать 4 раза. Вот давайте я вам покажу. Все то же самое, как мы делали с вами. Видите, разное количество движений. Вот у нас правильный угол, опять поворачиваем и опять то же движение, пока оранжевый цвет не появится вверху. Появился, опять поворачиваем и опять то же движение. Разное количество может быть этих движений. Вот, и опять четвертый раз поворачиваем. Вот и у нас собрался кубик Рубика. Спасибо еще раз огромное за внимание.